Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы. Я Елена Беляева и наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. По традиции начинаем с взгляда на СНП. Ситуация, в принципе, развивается не так весело, как хотелось бы. Пока СНП потихонечку сползают все ниже и ниже, и ближайший уровень поддержки 1390. И здесь сегодня ждем следующего развития событий. Сегодня в 16.30 выходит новость, которая может опять-таки сыграть как разворотное это ВВП. И сильные данные по ВВП вполне могут вернуть на рынки хорошее настроение и, соответственно, сообщить рынкам позитивный импульс. Это вот то, что касается рынков американских, с нашими, в общем-то, может быть, даже этого будет недостаточно, но, по крайней мере, с чего-то должно начаться движение, с какого-то позитива. То есть здесь в 16.30, отслеживая поступление этой информации и отслеживая закрытие недели на американских фьючерсах, если закрытие будет выше уровня 1410, то все-таки вот это предвыборное ралли на следующей неделе, скорее всего, состоится, и все-таки мы увидим на следующей неделе какое-то повышение. То, что касается нашего рынка. На наш рынок давит сильная ситуация на рынке нефти. Нефть достаточно пугающе выглядит, то есть все пытается спуститься на более низкие уровни. В принципе, некоторая стабилизация сегодня наметилась, но все достаточно переменчиво может быть и, в принципе, снижение может продолжиться. Тогда ситуация будет на нашем рынке, конечно, сложнее. То есть что мы видим сегодня на ММВБ, на индексе ММВБ? Здесь мы видим, что на открытии, буквально на газете, был пробой уровня 1440, относительно которого мы долго говорим, и мы в течение всего октября наблюдали движение российского индекса, и далее снижение было остановлено уровнем 1425. То есть сейчас в настоящий момент вопрос. Если все-таки сегодня какой-то позитив на рынке вернется, и если развести индекс сумеет вернуться выше уровня 1440, шансы есть, но, честно говоря, достаточно слабая, то в этом случае движение вверх на следующей неделе будем ожидать. Если закрытие будет в зоне 1425-1440, то есть так, ни то, ни сё, ни хорошо, ни плохо, то в этом случае, скорее всего, вот эта вот пила будет продолжаться до самых американских выборов, до 6 ноября, и будет постепенно такое медленное сползание вниз, неохотное. Следующий будет ориентир, это уровень 1400. Вряд ли будет сильное движение, а будет такое медленное сползание. Если же данные по ВВП сегодня будут плохие, хуже, чем ожидаются, и индексы МВБ закрываются ниже уровня 1425, то тогда будем уже переворачивать наши ожидания и будем уже смещаться больше к мнению, что движение исходящее продолжится. То есть сейчас на рынок действует следующий фактор, по моим понятиям, вот это противостояние Ромни и Обамы, в общем-то, влияет на позиции крупных инвесторов на нашем рынке, в том смысле, что все знают позицию Ромни относительно России, и в случае его победы, я думаю, что будет такое мощное закрытие позиций иностранных инвесторов на нашем рынке, и достаточно неплохой залив вниз нашего рынка. И, в общем-то, многие, не восхищая события, готовятся к этому и потихонечку закрываются. И больше это заметно в бумажках второго эшелона, но и, в общем-то, на основном рынке это тоже видно. Поэтому здесь эта ситуация будет давить и на следующей неделе, и, похоже, какого-то вот такого победного сильного роста в этой связи мы не увидим. То есть покупатели не смогут переломить это движение, возможно. Но давайте будем смотреть, как закроется неделя, а уже на следующей неделе будем делать какие-то выводы. То есть сейчас, в текущий момент, о покупках пока речь не идет, смотрим по закрытию текущей недели, смотрим, агентируемся, а дальше будем уже планировать. По отдельным акциям давайте пробежимся. По ВТБ здесь вообще ничего нового. Здесь вот этот узкий боковичок, 5.35 нижняя граница, 5.55 верхняя граница. До выхода из этого диапазона никаких действий поднимать не стоит. Здесь достаточно стабильно выглядит бумага, и пока просто наблюдаем, что происходит. На Газпром, я думаю, что здесь ощущается давление фондов, которые закрывают позиции, поэтому Газпром так потихонечку сползает все ниже и ниже. Уровень поддержки, тоже он подошел к физическому уровню поддержки, 150, то есть если тоже будет пробивать этот уровень вниз, то, скорее всего, в длинных позициях оставаться не будет иметь смысла. Поэтому тоже сегодня смотрим, как дальше будут развиваться события. До них осталось не так много времени. Далее ГМК Нурникель здесь пока без каких-то изменений. Диапазон нижней границы 4.750, верхняя 4.900. Пока из этого диапазона не будет выхода, тоже и шире не понимаем. Здесь просто наблюдаем за происходящим. Полукойл. Здесь того отбоя, который хотелось бы здесь увидеть от трендовой линии восходящей, не произошло. Скорее всего, есть, что нужно сделать вывод о пробое, поэтому в длинных позициях полукойл лучше не находиться. То есть сейчас отрабатывается уровень поддержки 885. Если он будет пробиваться, то в длинных позициях имеет смысл выходить. Далее. Далее. Роснефть. Продолжается коррекция от уровня 2.35. То есть пока здесь все достаточно неплохо выглядит. И в том случае, если восходящее движение через некоторое время возобновится, то будет иметь смысл заходить в эти бумаги в целью 250. Далее. Сбербанк пока не очень привлекательный. Это я лично представляю это всегда. То есть сегодня движение на ГЭПе и движение вниз. Поддержка ближайшая 91 рубль. И, соответственно, тоже, если будет выходить ниже этой поддержки, нужно будет сокращать длинные позиции и выходить из них вовсе. Вот, собственно, такая ситуация по акциям второго эшелона. Не думаю, что имеет смысл сейчас рассматривать ситуацию, потому что там никаких конкретных сигналов нет. Там идет снижение цен и, скорее всего, это снижение связано с закрытием позиции крупными иностранными участниками. И поэтому, в общем-то, мы не знаем, когда эта ситуация закончится. Поэтому там пока никаких покупок совершать не стоит. По фьючерсу на индекс РТС. Вот был выход из обои уровня 145 тысяч, извините. И, собственно, вот этот боковик, который мы наблюдали на время, фьючерсы покинули. Какие дальше наши действия? То есть тоже смотрим сегодня на выход ключевых данных в 16.30, соответственно, лучше решение не предпринимать и по ситуации ориентируемся. То есть если выйдут суперхорошие данные, то, в принципе, возможно возвращение вот в этот боковик и продолжение движения внутреннего на следующей неделе, если данные разочаруют, то тогда будет пробиваться ближайшее локальное минимум 142 тысяч, тогда можно продолжить заходить в короткие позиции, скорее всего, только внутренние. Вот такая текущая ситуация. По вопросам. Шарты открывает, спрашивает Ольга. По шартам ситуация будет ясна больше после уже выхода новостей. То есть сначала посмотрим, как будут реагировать рынки на выходящие новости. То есть нужно подтверждение вот этого сегодняшнего пробоя. То есть вполне возможно, что данные выйдут хорошие и цены начнут движение вверх. Поэтому шарты будете вынуждены закрыть. Какие конкретно данных мы ждем? Мы ждем данных по ВВП. Там есть ожидаемое значение, по-моему, 1,7. Не сильно ошибаюсь. Если выходит данные лучше, чем 1,7, то, ну, собственно, неважно, какие данные выйдут, главное, как реагирует рынок. То есть смотрим на реакцию рынка и понимаем, доволен, например, выходящими данными или нет. Если доволен, то, соответственно, смотрим, насколько доволен. То есть сможет он вернуться обратно к пробитому уровню 1440, если мы двигаем по МВВ. или, в общем-то, просто перестает снижаться дальше. Поэтому ориентируемся по ситуации. И дальше по румью доллару есть вопрос. Давайте посмотрим. По румью доллару там никакой конкретики пока нет, но тоже здесь уровень сопротивления отрабатывается в районе 1,7 до 700. Еще раз сегодня подошли фьючерсы к этому уровню. В принципе, на осцилляторах есть дивергенция, но дивергенция, в принципе, намекает на то, что будет откат обратно вниз от этого уровня. Но посмотрим, как будут развиваться события. То есть, в принципе, мне кажется, что это более вероятный вариант про развитие событий, продолжение движения фьючерсов внутри этого бокового коридора. Все, пожалуй, на сегодня. В 16.30 смотрим ВВП. И, соответственно, смотрим закрытие сегодняшнего дня и, собственно, недели. И в зависимости от этого будут уже строиться наши планы на неделю следующей. Всем спасибо за внимание и удачных всем выходных. До свидания до понедельника.